Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события из жизни бывших участников шоу! Молодая мамочка Настя Паршина очень грамотно делится подробностями появления на свет своего Никита Уманского сына. Она на несколько дней разнесла новости о весе и росте ребенка, о особенностях своего самочувствия и теперь знакомит пользователей сети с новорожденным сыном. Родился богатырь. Хоть молодой мамочке пришлось пережить операцию кесарево сечением, Паршина планирует грудное вскармливание и уже делится первыми фотографиями малыша. Никита Уманский тем временем, ведь ранее он уверял, что в аренной квартире все готово для возвращения из роддома Насти с сыном, продолжает восторгаться, как это здорово быть отцом. О том, какую фамилию будет носить мальчик, чьи родители в официальном браке не состоят, Уманский и Паршина пока молчат. Алена Савкина готова на все в погоне за подписчиками и охватами. Правда, если раньше девушка делала контент, не привлекая мать, то теперь Татьяна Владимировна частый гость в ее инстаграме. Несколько дней назад Алена выставила женщину на посмешище, заставив петь в такси. Тогда многие подумали, что Татьяна Владимировна приняла на грудь. По крайней мере, это показалось единственным разумным объяснением тому, что взрослая женщина допустила подобное на камеру перед многотысячной аудиторией. А вот, судя по свежим сторисам, Савкиной намерена и дальше развлекать подписчиков с помощью матери. Девушка записала видео с уродливым увеличивающим фильтром, тем самым показав, что якобы стала с Татьяной Владимировной, решившей есть вкусняшки без нее. Московские таксисты в скором времени при посадке пассажиров будут спрашивать у них, не отбывали ли они наказание на телепроекте Дом-2, потому как бывшие участники проекта поголовно начали жаловаться на услуги такси. Ольга Рапунцель обвинила таксистов кражи документов и крупные суммы денег. Якобы она забыла на сиденье сумку, где были ее права, паспорт, загранпаспорт, банковские карты, важные бумаги и 50 тысяч рублей. Я не спала всю ночь, созванивалась через диспетчера в службу такси с водителем, просила его отдать сумку по-хорошему. Он меня узнал и поклялся, что не трогал мои вещи, рассказала жена Дмитрия Дмитренко своей аудитории. По ее словам, после ночного забега в детский развлекательный центр она с мужем прибыла на такси, домой, детей уложили спать, затем Василиса проснулась и потребовала новую игрушку. И тут Оля обнаружила, что у нее нет сумки. Она начала звонить таксисту и устроила посреди ночи разборки. Затем сумку нашла консьержка на полу в холле и отдала семье Дмитренко. Не так давно зрители Дома-2 жаловались, что Рапунцель настолько занята детьми и походами в кафе, что ничего нового придумать не в состоянии. И вот свет увидела история про такси. Правда, Оля снимала сториз практически сутки, озираясь по сторонам и придумывая детали на ходу, что заметили недовольные почитатели ее актерского таланта. Антифанатов с толку не собьешь. День назад уже Алена Савкина рассказывала, что забыла в такси новенький дорогой телефон, который вернул услужливый водитель. А вот Ольге Рапунцель уже и документы, и 50 тысяч для хозяйки квартиры, и консьержка, и ночь без сна. Неужели так сложно идти по стопам Черно, которую постоянно пытаются сбить на дороге? Зачем во всем подражать Савкиной? Ведь рассказы старшей Рапунцель выглядят неубедительно. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Ольга Бузова активно поддерживает модного среди подростков, сироту и популярного блогера Даню Милохина. Парни активно продвигают на всех площадках, включая социальные сети поющей телеведущей. Поскольку идет кастинг на новый дом 2, то в интернете сразу же предложили, что Ольга Бузова могла бы пригласить Даню Милохина для раскрутки рекламируемого реалити-шоу. Только не будет ли против Ксения Бородина, о негативном отношении которой к модному блогеру-певцу уже были новости. Ведь создатели телестройки в свое время ради рейтингов активно привлекали других сирот, таких как Антон Шоки и Максим Колесников. Ранее с помощью продюсера Андрея Разина Антона Шоки очень бурно обсуждали на разных телешоу. Примерно так, как сейчас в происходит с Милохиным. В связи с такими слухами в сети возникает только один вопрос – согласится ли юная звезда, записывающая песни с Николаем Басковым и танцующая с Ольгой Бузовой принимать участие в возрождаемом доме 2? Чем бы еще занимались в социальных сетях бывшие участники дома 2, если бы не было большого количества специалистов, работающих на удаленке? Милена Безбородова начала лечить голову и рекламирует психолога, к которому обратилась, чтобы избавиться от депрессии и тревожности. После отъезда Сергея Захарьяша в Дубай на 9 дней Милена задумалась, куда деть нерастраченную энергию или избавиться от накопленного негатива. Потому начала собираться на Байкал. Ее подруга отказалась от дальнего перелета и, немного подумав, девушка засобиралась в Сочи. Милена надеется, что психолог поможет ей разобраться со своими мыслями, потому что в последнее время у нее накопилось много вопросов без ответов. В детстве лет до 14 Милена часто ходила к разным психологам и ей никогда не нравилось с ними общаться. Она замыкалась в себе. Теперь Безбородова, если можно ей верить, нашла надежного специалиста. Она сможет выговориться и расставить все по полочкам. В последнее время у бывших участников проекта появилась мода ходить по психологам. У Александры Артемовой есть свой психотерапевт, о чем уже были новости. Вот и Милене теперь помогут, вылечат, как она сама выражается. Это просто праздник какой-то, вернется Захарьяш из Дубая, а у Милены уже новые дараканы. Яна Шевцова, известная по отношениям с Захаром Соленко и роману с рэпером Гуфом, стала мамой. Почти сразу после ухода с проекта девушка вышла замуж и даже попыталась убедить фолловера в том, что беременна и родила. Однако позднее призналась, что это ребенок ее мамы, а вот теперь малыш родился уже у самой Шевцовой. Более того, накануне Яну вместе с ребенком выписали из роддома, после чего девушка поведала подписчикам свою историю беременности. Как оказалось, за 9 месяцев интересного положения Шевцова дважды чуть не потеряла ребенка. Более того, у девушки начались проблемы с сердцем и давлением, из-за чего врачам пришлось посадить ее на препараты. Правда, сама Яна уверяет, что это никак не повлияло на ее первенца. К слову, имя наследника молодая мамочка пока держит в тайне. У Саши Черно началась черная полоса. Она периодически жалуется на разные заболевания, в перерывах выражает недовольство политика Инстаграма, который постоянно удаляет ее посты, злится на таксистов, которые не умеют ездить и норовят устроить аварию, когда везут такую великую женщину, как она. Подписчики не пропустили мимо внимания очередные жалобы Черно на нерадивого водителя, тем более, что перед этим она жаловалась на двусторонний Атид, который якобы появился из-за тесной связи с матерью, попавшей в реанимацию. И плюс Инстаграм снова удаляет ее сторисы. Сашу обвинили в бурной фантазии. По мнению подписчиков, Саша просто привлекает внимание, и у нее неплохо получается, ведь совсем недавно она собиралась худеть, потом заявила, что за неделю набрала 23 килограмма, а теперь у нее распухает лицо. Отечность она связывает с отитом, и кое-кто из хейтеров уверен, что это ботокс поплыл, из-за чего она и не чувствует лицо. Надо же такое придумать, ну у Черно и фантазия, ботокса меньше нужно колоть, отозвались пользователи. По словам Черно, из-за распухшего лица доктор не смог поставить ей правильный диагноз, зато подписчики поставили воспаление хитрости, и, наверное, они правы. Не может же быть все так плохо в жизни у успешного блогера, или у нее действительно началась черная полоса, и неприятности продолжат преследовать ее дальше. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok